Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видео-рока следующая. Отсутствие радости. Человек нерадостный. Человек не видит радости в жизни. Да и откуда ему видеть радости, если он не знает вообще, что такое радость. Если, допустим, не только женский пол, но и мужской пол можно привести. Если мы не окажем внимания ближнему человеку, он посчитает это обидой и внутреннее расстройство, что не даст этой радости. Если женщина не получит ли мужчина подарок в свой день рождения, либо внимания в качестве подарка, у него не будет чувства внутренней радости. Она будет нерадостная. И вот так постепенно, постепенно, давайте не будем скрывать, все люди взрослые, что все люди ищут что? Праздника. Праздника для моей маленькой души, либо для меня. То есть все ищут этот праздник, но все знают, что после праздника человек просыпается, утром голова болит, после праздника человек просыпается, кошелек пустой. То есть это не тот праздник. Это не та радость. Это наша земная, знаете, вот эта вот радость, где вот, ой, подарочек подарили, ой, радости. Или там, ой, внимание сделали, ой, радости. Человек должен быть счастлив внутри. Вот когда радость внутри, слово «ра» в Египте, давайте вспоминать, Бог «ра» его называли в Египте, и если человек радостный внутри, он этой искренней радостью, улыбкой, смехом, своим заразительным может быть, либо даже своим присутствием заразительным, поднимет настроение всем, люди улыбнутся искренне несколько раз. И уже почувствую, что все-таки жизнь не кроется в радости бутылки пива, в радости, допустим, еще чего-то такого непонятного, какой-то там вещички, бриллиантика или золотых украшений, каких-то нюансов еще. Радость этот человек, он должен быть прежде всего внутри с радостью. По-другому можно сказать так, человек должен быть счастливый, и насколько искренне он счастливый, простите, настолько искренне он может порадоваться за других, либо разделить радость с ближним своим, искренностью. Сейчас, конечно, это настолько из вон выходящих, что люди подменили радость на какое-то там, знаете, тщеславие. Люди сейчас полностью не пользуются, допустим, сердечно искренним разговором, а если и пользуются, то потом этот сердечно искренний разговор могут переложить на свой лад и передать в качестве сплетни, где другие люди перевернут настолько, что человек этот не рад будет, что он был искренний. Некоторые люди за свою искренностью расплачиваются слезами огромными и обжигаются и становятся, скажем так, своеобразными скопцами в этой жизни. Вот когда у человека нет радости, у него больны почки, и он должен что? Все, восстанавливать свои почки, укреплять свои почки, работать со своими почками, и точка R4, да, джун, вам в помощь. Эта точка помогает в человеке пробудить искреннюю радость. Но это не значит, что вы поработали с точкой, и все, завтра вы искренне рады. Нет, это огромный творческий путь и работа над собой. И точка R4, да, джун, вам в помощь. Спасибо за внимание.